Пасхи Но постные это не значит грустные или унылые. Пост это радость. В это время мы все похожи на часового, который стоит на посту и охраняет что-то важное. Мы тоже, как часовые, стоим каждый на своем посту и охраняем наши души от плохих мыслей, слов и поступков. Часовой должен быть внимательный и не отвлекаться на какие-то ненужные дела. Правильно, Полина. Еще в пост мы с вами похожи на спортсменов, которые тренируют свои мышцы и становятся крепче и сильнее. Мы тренируем свою духовную силу, чтобы не лениться, не расстраиваться по пустякам и не замечать чужих проступков. А еще нас можно сравнить с путешественниками или паломниками, которые по крутой тропинке идут вверх, чтобы потом на самой вершине горы увидеть прекрасный рассвет – долгожданное Христово Воскресенье. Интересно, а сколько нам еще нужно идти по этой тропинке вверх? На этой тропинке есть семь важных остановок. Вот, девочки, я подготовилась к сегодняшней программе и нарисовала наш путь к Пасхе. И обозначила все семь остановок. Первая остановка или первое воскресенье Великого Поста называется так – Торжество Православия. Это значит, все торжествуют, все люди радуются, что они православные. Вот, давайте нарисуем на нашей первой остановке маленький храм, как место, в котором собираются верующие для молитвы и причастия. Полиночка, берешь голубой промастер и рисуй храм на первой остановочке. Храм рисуешь, стены. А теперь будешь рисовать купол. Хорошо. А на вершине купола – крест. Рисуй теперь крест. Ну вот и нарисовали. Мы обозначили первую остановку и нарисовали храм. Идем дальше. Вторая остановка у нас так называется – День памяти святителя Григория Паламы. Этот святой учил, что за подвиг поста и молитвы Господь освящает верующих своим благодатным фаворским светом. Нарисуем лучики солнышка, которые будут напоминать нам об этом божественном свете. Вот, Мариночка, берешь оранжевый фломастер и на второй ступеньке рисуешь лучики солнышка. Яркие лучики. Вот мы и обозначили вторую ступеньку нашего пути к светлому празднику. Посмотрите, видите? Нарисовали солнечные лучики. Идем дальше и подходим к третьей ступеньке. Она называется Крестопоклонная неделя. В центре храма на Аналое целую неделю лежит крест, который напоминает нам о страданиях христовых. И дает нам силы для того, чтобы пройти этот пост достойно. Вот давайте мы сейчас нарисуем с вами символ нашего спасения – крест. Алиночка будет рисовать, да? Ну давай. Вот, на третьей ступеньке. Рисуешь крест. Так. Здесь тоже соедини вверху. И теперь еще одна линия. Вот так. Хорошо. Вот мы и обозначили нашу третью остановку. Смотрите, мы нарисовали крест – символ нашего спасения. Но пришло время теперь поговорить о четвертой остановке. Это память преподобного Иоанна Лествичника, который долгое время подвязался на святой горе Синай. И там написал книгу «Лествица» о пути духовного восхождения человека. «Лествица» – это значит лестница. Лестница к Богу, к святым угодникам, к ангелам. Давайте мы тоже нарисуем маленькую лестничку, воспоминания о лествице святого Иоанна. Держи фломастер. Рисуй лестницу. Получается? Хорошо. Теперь вторую. Да? И вот так мы с вами уже добрались до четвертой остановки, или четвертого воскресенья Великого Поста. Вот, давайте покажем, как получилось обозначить эту остановку. Видите? Пятая остановка, или пятое воскресенье, говорит нам о том, что очень скоро наступит Пасха. В этот день мы вспоминаем преподобную Марию Египетскую. Долгие годы она жила в пустыне, в покаянии и в молитве. Давайте мы сейчас нарисуем пустынное место. Нарисуем камни и песок. Вот можно взять, например, оранжевый фломастер и нарисовать вот такие вот камушки. Здесь камушки и песочек. Вот так можно обозначить эту остановочку. Пятую. Посмотрите, ребята. Вот. А мы идем дальше. Шестая остановка. Шестое воскресенье Великого Поста. Это праздник входа Господня в Иерусалим. Мы стоим в храме с веточками вербы в руках, как когда-то жители Иерусалима держали в руках пальмовые ветви и радостно приветствовали Господа. Вот давайте мы сейчас нарисуем, обозначим эту остановочку веточками вербы. Рисуешь веточку, веточку и зелененькие листочки. Так. И теперь листочки. Не обязательно их разукрашивай. Давай дальше. Еще один листочек. Ты же соедини с веточкой. Листочками рисуйте. Так. Полина уже нарисовала веточку. И Мариночка, рисуйте еще одну веточку. Держи. И листочки. Наша шестая остановка все-таки, ребята, самая грустная. Потому что впереди страстная седмица, страстная неделя. Печальное время, когда мы каждый день вспоминаем страдания Христовы. А седьмая остановка. Мы так долго шли вверх, шли, шли и уже пришли. Да. Мы весь пост поднимались по нашей горке вверх. И вот, наконец-то, мы пришли на самую вершину. Там, ребята, слышатся громкие радостные возгласы. Христос воскресе! Воистину воскресе! Давайте мы нарисуем на вершине нашей горки первые буквы этих святых слов. Буквы Х и В. Вот, красный ломастер. Полиночка рисует буковку Х. Так. Христос воскресе. Так. И теперь Мариночка пишет вторую буковку В. Воистину воскресе! Все. Замечательно. Вот мы и отметили все семь важных остановок, которые необходимо пройти, чтобы встретить светлый праздник Пасхи. Какой замечательный получился у нас календарь нашего пути к Пасхе. А где мы сейчас находимся? Мы с вами сейчас на пути от третьей крестопоклонной недели к неделе преподобного Иоанна Лествичника. Это чудесный, радостный путь, в котором обязательно находится место для подвига. По дороге обязательно нужно отдыхать. И вот как раз сейчас время для отдыха и сна. Спокойной ночи, ребята. До завтра. Друзья, пусть ваш путь к Пасхе будет радостным. И пусть оберегает вас на этом пути ангел-хранитель. Ночь вздыхает сладко-сладко. Звезды светятся в окне Малыши в своих кроматках Улыбаются во сне. Дремлет облако в постели, спят игрушки и цветы. Дети в лунной колыбели снятся сказочные сны. Белокрылый ангел сон твой охраняет. Над тобой кружится и благословляет. Прикоснется нежно в небо улетая. Сладко спите, дети, баю-баю-баю. Сладко спите, дети, баю-баю-баю.